Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на турнир ФФА! Сегодня мы посмотрим сражение группы А, в котором играли три идиота. Идиот номер один, Неймлесс. И он играет за Гондор. Да где Гондор-то, ёпт? И это у нас Букля Тим. Пиздец. Идиот номер два, Букля. И он играет за Гоблина. И это Нумлесс Тим. Идиот номер три, Вескер. Он играет за Лориен. Стоп, что? Ещё один Лориен. Вот он, вот это, вот это Вескер. И один нормальный челик, кубик, который тоже играет за Лориен. Так, значит нам надо запомнить, что вот здесь Неймлесс, а здесь Букля. Окей. Какие же идиоты, господи! Так, ладно. Окей, начинаем. Давайте щетка промотаем. По поводу карты и правил я уже рассказывать не буду. Если вы случайно наткнулись на турнир, то смотрите первый ролик. Там правила я рассказал. Так, ну, собственно, у Неймлесса старт сразу же в аванпост попёр. Кубик. Ему не нужны деньги. Он гордый. Лориен. Ему ничего не надо. Он пошёл в центр. Альберт Вескер пытается лучниками почему-то закрепить. Это, конечно же, ошибка. Это медленно, это неудобно. Он тратит кучу времени. Ему надо было либо мечников, либо копейщиков сделать. Он потерял уже троих, по сути. Вау. Практически четверых уже челиков потерял. Сейчас ему надо будет выцепить вот этого варга. Тут... А, повезло, кстати. Сразу же убили. Но всё равно. Он пока этого выцепит, у него время пройдёт. Короче, он зафейлил. Букли тоже гордый. Он слишком гордый гоблин. И он вообще ничего не делает. Он строит пауков. Увы, пауки захватывать не могут. Зато пауки умеют жрать. И они сожрали отряд Неймлесса. Красавцы. Но, опять же, Неймлесс сейчас получил 400 голды. И получает бабосы саванпоста. Чего не получает Букли. Композиция войск сейчас как раз-таки против пауков. Ему выгодно против них сражаться. Ну, такой матчап для Неймлесса должен быть лёгким. То есть, тут пока что старт в одних пауков. Он может спамить копьями и мечами. Подстроить берегон. Да, затем выйти в элитку из крепости. И легко выиграть. Ну, потом в Боромира. Там и так далее, и так далее. Потихоньку. Даже кавалерию можно будет сделать. Так, Вескер понял свою ошибку. И построил мечников. Теперь он может забрать аванпост. Но уже очень много времени прошло. Тем не менее, кубик вообще его не забирает. Поэтому Вескер может ошибаться сколько угодно. Пока кубик не заберёт свой аванпост. Так что, такие дела. Тут затишье. Пока никто ничего не делает. Давайте смотреть сюда. А здесь Неймлесс пытается забайтить тролля. Но тролль очень хитёр. И коварен. Он не байтится. Приезжают пауки. Минус тролль. В принципе, можно с ними сражаться. В это время Букли пытается организовать постройку цветочка. То есть, это будет явный выход в полутроллей Дурбуза. Неплохая, в принципе, строта. Но ему бы, мне кажется, понадобился аванпост. Или, по крайней мере, не помешал. Неймлессу везёт. И деньги все спавнятся под его солдатами. Пауки уезжают ни с чем. Гоблины не в состоянии сражаться против такого количества гондорских мечников. И погибают. В это время мы видим подкрепление, которое на базе стоит. И состоит оно из лучников. Мне кажется, это ошибка. Ему нужны копья и мечники. И пушить. Пушить, пушить, пушить. Ну, возможно, он думает, что его оппонент тоже аванпост захватил. Пытается больше в лейт сыграть. В принципе, это имеет смысл. Ведь он-то не видит то, что видим мы сейчас. Кубик захватил крипы. Он получил 900 монет. Он строит мага природы. Против Лорина я бы не советовал его делать. Всё-таки его легко проконтрить. Слишком. Лучники-то далеко стреляют. Поясняю. Маг природы имеет свойство своей автоатакой станеть врагов. Здесь не просто останавливать, а именно станеть. Прям под вышку забегает Кубик. У него слишком мало войск сейчас, чтобы тут сражаться. У Вескера больше войск и плюс ещё и вышка. Возможно, вышка, конечно, падёт. Но тут обстрел и лучники, и это всё. Ох, какая беда. Халдер погибает. И... Ну, ну. Добей. Добей вышку хотя бы. Нет. Ах. Такой ужасный размен сейчас для Кубика. Он никого не убил вообще. Хотя бы вышку надо было забрать. Честное слово. Но теперь Кубик и Вескер понимают, что у них зеркала. А значит, единственная их задача для победы, это строить энтов и лучников. Даже не так. Лучников уже не нужно. Тут достаточно. Им нужно немножко лучников и много энтов. Давайте посмотрим на ресурсы. Стоп. Букли играет в захват. What? Вот это неожиданно. А кого он хочет захватывать? Ну, этих волков не захватить, потому что это волки, а не варги, к сожалению, это косяк карты. То есть, ну, их можно в смысле захватить вроде бы, но это будет бесполезно. Тролля можно вот захватить, да, но надо побыстрее это делать. Так, вернемся к нашим баранам. Кубик 1200 имеет в казне. Он может построить энтмуд, а еще бы не помешало захватить аванпост. Альберт имеет ровно такое же количество денег. И аванпост, соответственно, можно строить энтмуд. И он строит энтмуд. Окей, Альберт понимает, как играть с зеркалами. Отлично. Кубик не понимает. Нет, Кубик тоже понимает, он построил свой энтмуд. Но ему еще надо подождать. А в это время у Альберта уже есть Скородум. Ну, по сути, это аванпост, как бы. Тут даже судить нечего. Это аванпост. У Букли появился Дурбурс. И теперь идет захватывать аванпост. Медленно, ну ладно. У Неймлеса появился Бормир. И у него уже есть дудка практически. Если Букли не снесет этот тоннель, то у Бормира будет второй уровень. Сто пудняк. Да. Очень даже хорошо. И пока войска Букли заняты, Неймлес может забрать несколько тоннелей и получить даже четвертый уровень в теории. Что даст ему огромные преимущества. Построился Берегонт. Проблема Неймлеса в том, что у Букли большое количество есть лучников. Уже есть полутролли. У него, короче, армия просто... Я не понимаю, кстати, почему. У него армия дороже. Ну, в принципе, Бормир дорого стоит. Плюс Берегонт. Мечники Доламрд могут немного протанчить против полутроллей. Здесь просто армия посильнее и больше. Ему нужны рейнджеры, либо огненные стрелы, чтобы законтрить полутроллей. Сори, я туплю. Я просто пытаюсь придумать, как сейчас Неймлесу выиграть. У него плохая ситуация. Весьма. Ну, опять же, тут есть еще вариант, что кто-то допустит какую-то ошибку. Если Букли ошибется, то... Это все изменит. Ну, в принципе, у Неймлеса будет Стан. Не уверен, что он сможет сейчас смести эту казарму и что стоит ее сносить. Да, кажется, он не будет пытаться этого делать. Большая довольно-таки угроза это Дурбурс. Почему-то Букля забыл дать всем уровень. Знаменосцы это довольно-таки полезная способность. Вот он, шанс забрать один отряд пауков. Легко. Юзается баф на урон. Станчик. Окей. Ну, пока что Букля и правда допускает ошибку. Он сражается как-то мелкими отрядами. Хотя это ему на руку, потому что лучники не попали под дудку. Дается второй уровень. В это время Скородум Альберта наяривает кубика. Ну, да, я думаю, что тут уже Альберт победил. Там, конечно, вылезает Скородум, но в это время уже Древоборот появился. Дело, конечно, только в микроконтроле, но... Вот если допустить, что оба игрока с одинаковым скиллом и они не будут сидеть на базах, то с такой расстановкой сил, как там, Альберт должен победить. Неймлесс отступает. Четвертый уровень Бормер. Теперь есть броня. Но полутролли это проблема. Неймлессу нужно как-то избавиться от толпы лучников, но полутролли не дают это сделать. И вот эта большая проблема сейчас отступает. Окей, он мог потерять Бормера, если бы залетел в толпу. Попытка убить Дурбурза. Закидывается призыв из южных провинций. В это время у Букли ничего пока что нет. Он так и не воспользовался захватом. Не получилось это сделать. Он может, кстати, здесь захватить тролля и ждать просто. Это неплохая идея, кстати. Подвести поближе, чтобы открыть обзор. Захватить тролля. И подбежать к следующему. Подождать кодэ и так вот накопить много троллей. Черт, я хочу сыграть в эту карту. Это прикольная острота, может быть. И потом, как только рушится стена, прибегает толпа троллей. И проносит кому-то крепость. Интересная вещь. Ну что ж, продолжается заварушка. У Букли лучники под угрозой. Полутролли больше их не защищают. Но я не вижу, потерял ли... Нет, вот есть берегонт. Нужно использовать его с помощью копья, чтобы лучников всех быстрее перебить. Пока есть такая возможность. Не помешало бы отправить один отрядик мечников, чтобы избавиться от этой катапульты, которая метает паучи яйца. Оно сильно мешает. Опять же, Букли стреляет немного не туда. Нужно стрелять по лучникам. В частности, по фармеру. Но она стреляет по мечникам почему-то. Фармеры это замечательная идея. Лидерка поможет как раз-таки против полутроллей справляться. Пятый уровень Бормера. Очень скоро будет уже рок. Призыв пауков кидается на лучников. Второй яйцемед вылез. Нужно сейчас дефать героев, иначе пауками Букли может легко забрать того же Бормера. Видимо, Неймлесс это понимает и прекращает отступление. Начинается отстрел пауков. Ему надо потихонечку отступать и останавливаться в тот момент, когда пауки подходят к нему нанести какой-либо урон. В это время... В это время перестрелки в городе. Кстати, Альберт может потерять сейчас своего Скородума. Блин, реально он не контролит. Он может потерять Скородума. Кидается Хилка. Еще и Халдар. Халдир, пардон. Халдир, да. Халдир Альберта. Кстати, доступна обилка в бой. Можно еще энтов призвать. Ох, какая плюха сочная. И Альберт теперь решает сам убить энта вражеского, но... Да, лучники! Офигеть, обычными стрелами добивают. Кажись, кубик проиграл. В это время иссякают войска Неймлесса, но тем не менее, с помощью дудки удается убить некоторое количество полутроллей. Но вот, по-прежнему мешают яйцеметы. Черт, возьми, уже 5 штук. Ему срочно надо их чем-то снести. Не помешала бы кавалерия. Давайте посмотрим на его экономику. У него 4 тысячи! Правда, он на что-то их только что потратил. Черт, 4 тысячи! Геннадия, бери! Надо было строить Гендальфа. Делается апгрейд. Это будет выход в Стражей Цитадели. Неймлесс решил накопить армию для лейтгейма. Сделан у него великий урожай. У Букли закончилась армия, но камнеметы на самом деле большую угрозу представляют лучникам. Плюс есть полутролли. В принципе, если он будет дефать камнеметы, то ему уже и лучники не нужны. К... камнеметы, пардон, яйцеметы. Икру они свою метают. У Кубика, насколько я понимаю, появился Килиборн. Это плохая идея. Без подарков он вряд ли кого-то сможет убить, да и в целом. Зеркала... запомните, если вы играете зеркалами Лориена, энты и лучники. Все. Больше вам ничего не нужно. Можно копейщика подстроить. Кубик потерпел поражение за минуту примерно до падения Берлинской стены. Кажись... Кажись, он все-таки захватил в тот момент уже Аванпост, но мы этого не узнаем. Но тут, в принципе, даже нечего анализировать. Кубик не захватил Аванпост, поэтому и проиграл. Изначально. Альберт его просто деньгами задавил. Так. Букля собирает армию. Полутролли. Это, конечно, большая угроза. У Неймлеса копятся деньги. И... Он допускает ошибку, опять же. Но это просто ужас. Не нужны сейчас эти стражи Цитадели. Вообще. Гэндальф. Это ж такая легкая комба. А вот после Гэндальфа уже можно стражить Цитадели. Хотя, тут я не совсем уверен, что будет профить не Доламрадские мечники с грейдом брони, или же стражить Цитадели с грейдом брони. Именно против полутроллей. Это надо уже спрашивать. Вроде как раз-таки Неймлес тестил. Возможно, он знает, что стражить Цитадели будут получше в плане выживаемости. Но все равно. Гэндальф бы тут зашел. Намного лучше, чем они. Идет выход во Всадников Доламр. Это уже один отряд появился. А также есть Принц Имрахиль. И Всадниками можно, кстати, даже позахватывать тут все, что есть. Неплохая армия накопилась. Скоро можно будет сделать грейды огненных стрел. Берегон 6 уровня. Практически 6-го Боромир. А вот фармира я не вижу. Он здесь точно есть. Я более чем уверен в этом. Но плотность гондорских солдат... А вот, позволяет найти его до 5-й уровень. Тут главная лидерка. Больше ничего не нужно. Второй отряд появился. У Букли армия выглядит не очень сильной. Честно слово. Альберт имеет много луков. В принципе, если у него не появятся копейщики, то его можно будет тем же гондором продавить легко. Но это... Смотря, конечно, куда он нападет. Если он сейчас нападет на гондор, то Неймлесс проиграет. Если нападет на Букли, то Букли проиграет, скорее всего. Неймлесс допускает большую ошибку. Стражи-то забегают в ряды противника и оказываются в окружении. Тем не менее, яйцеметы тоже оказываются в окружении. И Букли теряет практически 2 яйцемета. Нет, пока что один. Второй почему-то не бьют. Неймлессу очень важно сейчас снести эти яйцеметы. И он легко может переконтрить всю эту армию. У него просто сил намного больше. Тут банальный расчет. У него есть третий тир. Но у Букли он тоже скоро должен... А нет, не хватает. Но в этом бою он может набрать очки. И с помощью призыва снести лучников. Он пока что боится только лучников. Но опять же не фокусится. Почему? Снеси яйцеметы, братишка, снеси. Больно смотреть на это. В это время Альберт идет в центр. А где? Так, всадники поехали на разведку. Видимо, они поняли, что здесь пусто. Второй аванпост у Неймлесса. Призывается гнедышащий Вирм. И Неймлесс вынужден отступить. Потому что он потеряет свои войска. Хотя, если... Если принести в жертву нескольких мечников. Возможно, даже всех мечников. То можно перебить лучниками его быстро. Букли захватил логово тролля. Не, реально, под лидеркой парамира. Мне кажется, зря отступает Неймлесс. Быстрее было бы его убить, чем вот так вот. Он... Хотя... Ну-ка, погодите. Он убивает их? Нет, он их не... А, ладно, он их не убивает. То есть, можно его переждать в таком случае. Но вот сейчас может убить. Если Букля успеет... Нет, не успевает. Придется ему снова телепортироваться. Армия Неймлесса под фонтан подошла. Шесть тысяч у Альберта. Шекелей. Неймлесс внезапно переключается на правый тир. Может быть, будет играть в Орлов. Поехала конница. Очень близко тут войска Альберта находятся. Ну-ка. Будет давить или нет? Тут сплошные луки же. Можно кинуть на мясо призыв. И продавить. Два отряда это, конечно, мало. Но... Все равно. Тут сплошные луки. Это ж сколько корма. Это... Ах! Это можно было бы в Орлов сейчас выйти. Почему он не стал давить? Третий отряд построился. Ни одного копейщика. Ничего вообще нет. Станилки нет. Это ж... Это такая халява. Неймлесс сейчас на волоске от победы в этом матче. Ему просто надо забрать эту толпу и все. С помощью призывов он легко пронесет буклю, у которого пока что нет больше ничего. Он потратил свою обилку. И затем может победить Альберта. Но пока что он решает забрать крип. Леголаз появился. Альберт страдает пока что фигнёй. Ну... Подходят великаны. Это проблема. Конечно, есть козырь против великанов. И не один. Между прочим. Неймлесс понимает, что ему нельзя сражаться кучкой. Поэтому растакивает свои войска, чтобы великаны всех не задевали. Нужно подождать. Ему нужен обзор здесь. Как раз таки кавалерия бы помогла. Обзор, чтобы призвать челиков из южных провинций. Потому что его луки сейчас не достают. Фармера можно подвести чуть ближе, чтобы он выстрелил в одного великана. Так, господи. Какие-то мрази на улице сигналят. Я надеюсь, вы этого не слышите. Закидываются обстрелы. Нет, ну вы слышите? Два говноеда в разных тачках. Один сигналит и другой сигналит в ответ. Ах, понарожали. Так, в тыл подбежали мечники. И даже немного копейщиков. В это время Альберт наконец-то дошел. 9000. Где Гэндальф? Где волшебник, который всегда приходит тогда, когда уже битва закончилась? Да ёб твою мать. Где Геннадий? Почему нет Геннадия? Выход в апгрейды. 10 тысяч. Эй. 10 тысяч. Армия Букли разбита. Великаны сейчас погибнут. Великаны так никого и... Но блин, Букля стреляет по пехоте, чёрт возьми. Только-только сейчас начал стрелять по лучникам. Какого хрена? Уже давно можно было всех лучников перебить. Это же самая большая угроза. То чувство, когда Неймлесс сражается 5 минут с армией Гоблина, и у него всё равно 1К предела забито. Это как? Наконец-то кавалерия подъезжает. Ну-ка. Ох, пошёл кач. Есть уже орлы. Но пока что их нельзя юзать, потому что тут куча лучников. Боже мой, вы просто посмотрите на этот корм. Нужно... А, окей, он решает мясо кинуть. Я думал, что выгоднее было бы сейчас вышку, на самом деле, а не мясо кинуть. И чтобы они развернулись и ещё раз продавили. Но, в принципе, мясо тоже сойдёт. Альберт не контролит свою армию вообще. Вместо того, чтобы быстро перестрелять это мясо и законтролить ещё и энтами, он добивает ферму, что даёт возможность Неймлессу ещё раз прокатиться. Напоминаю, этими челиками он может ему снести всех героев и энтов тоже. Хотя, мне кажется, ему это не надо будет делать, потому что герои и так умирают уже. Подходит основная толпа. Это, кстати, рискованно, потому что, если попадёт древооборот в этих лучников, он убьёт их всех. Но Альберт испугался. Ну, такое себе. Он сильно рискует. Древооборот не уйдёт. Ему надо разменивать его. То есть, ему нужно прикрыть его чем-то, теми же лучниками, которые дешевле, чем он стоит, и выстрелить. Но он решает отдать просто древооборода, а остальных спасти. Ну вот она, такая пачка! Стреляй! О, господи! Как много войск погибло! Неймлесс отходит. Стражицы-то дали ещё живы, кстати, здесь. Древооборот получает массу урона. У него врубается ярость. Если у Альберта есть хилка, он может его сейчас спасти. Но хилка на КД... Нет, это конец. Он мог бы проюзать дыхание Манве, но вряд ли это его спасёт. Минус древооборот. У Неймлесса довольно-таки много войск остаётся. Букля подходит большим количеством полутроллей и одним великаном. Сейчас нужно будет бросать армию Альберта. Остатки, точнее, этой армии. Но вот, опять же, это ошибка. Он мог бы перебить всех. Абсолютно всех этими всадниками сейчас. В принципе, если Неймлесс врубит режим мультитаск, то он может отправить сюда всадников, а свою армию направить на Буклю. Тут всего лишь нужно убить великана. Не такая уж и большая задача, на самом деле. Минусуется ферма и фонтаны. Нет, мультитаск, режим, к сожалению, отключён за него плату. Очень жаль. 9000 в кармане. Грейды делаются. Окей, делаются грейды. Все причём грейды. И на крепости тоже, на Гендальф не строятся до сих пор. Стоп. Стоп, 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 стоп. Белизна. А, нет, это у них задницы подсвечиваются. Пардон. Я думал, что это Гендальф. Очень жаль. Разрыв облаков вместо орлов выбирает Неймлесс, дабы посносить побольше полутроллей. Да, ну вот, это, конечно, другое дело. С огненными стрелами их легко можно убивать. На крепости Трибушеты появились. Нужно быстренько избавиться от великанов, потому что лучники под угрозой. Букля юзает устрашение, если не ошибаюсь. Кровавый клич, пардон. Кровавый клич, чтобы выйти из страха. И призывается Балрог. А если бы был Гендальф, можно было бы Балрога законтрить. Вот такие дела. Неймлесс сейчас должен обязательно отступить. Неплохой такой удар по всадникам Даламрата, но они благодаря Альберту сильно прокачались, и они не умирают от этого. Всадниками можно забрать великанов. Вся армия должна отступить и обязательно сделать апгрейд огненных стрел. Тогда можно будет Балрога законтрить. Тут все стреляет, в принципе. Сил хватает у Неймлесса. К тому же у него есть возможность призвать армию мертвых, если очень страшно. И Балрог точно погибнет в таком случае. Но, наверное, это было бы расточительно слишком. Его можно убить и так. Вопрос лишь в том, как давно начал он делать апгрейд огненных стрел. И начал ли он его... А, окей, сделал. Пинают. Ну, не очень быстро, конечно, но благодаря этому он крепость не снесет. Минус ферма третьего уровня. Возможно, Букля понимает, что у него проблемы. Поэтому и не пытается сносить крепость. Он, кстати... А, окей. Он проюзал пламя Удуна, но без агрессивочки. Но, возможно, так он дольше проживет. Снова пламя Удуна. В это время Альберт построил вторую крепость. Выбираются орлы. У Неймлеса хватает войск, чтобы победить еще. А у Букли... Ну, пока что такая же композиция. Давайте посмотрим на... А, я же смотрел на него. Ну, у него, в принципе, денег нормально. Но, как видите, войск у него маловато. Он не особо спешит что-то делать. Но, опять же, не хватает мультитаска. Почему бы не отправить всадников что-то сносить? Тут столько сочных целей. Кстати, у кого... Сигналки. Одна сигналка у Альберта. Вторая сигналка была почему-то разрушена. Наверное, Энт на автоатаке убил. Одна сигналка сверху принадлежит Неймлесу. И вторая сигналка тоже будет ему сейчас принадлежать. Четыре сигналки. Кстати, это ключ к победе. Особенно для Гоблина. Если бы он смог их захватить. У него куча призывов мощных. Ну, ладно, для любой фракции, на самом деле, это ключ к победе. Но, тем не менее. Третий великан. Четвертый великан строится. В это время у Альберта 1100 армии. Но они пока не хотят нападать. Воскресился древоборот. Уже апгрейды есть. Уже даже есть немножко копейщиков. Я бы сказал, что их маловато. Но они есть. Где-то здесь Леголас. А вот он. Сейчас он умрет. Увы, у него нет шансов против этих челиков. Это геройские отряды. Как раз таки предназначены для убийства всяких Леголасов. Букля почему-то двинулся в центр. Может быть, он что-то заметил. Возможно, у него здесь открыт обзор. Да, вроде нет. Не понимаю, почему он идет в центр. И Неймлесс тоже идет в центр. Букля не идет больше в центр. Возможно, да, Неймлесс увидел обзор сейчас вокруг Энта. И мне кажется, что он испугался, что на него нападут. Но если он уйдет, то великаны могут разбить ему крепость. Черт, если он уйдет, то он проиграет. Строятся казармы новые. Ему нечем отбиваться будет сейчас. Абсолютно. Всадники до Ламброд поехали наверх. Возможность захватить два аванпоста. Не то, чтобы ему нужны были деньги. У него 9 тысяч. У него предела больше, чем он может себе позволить. Эх, почему нет Гендальфа? Какой ужас. Такая печалька. К этому моменту его можно было бы уже до 10 уровня прокачать. Корм, кстати. Легко можно снести эту крепость такими войсками. Но. Но. Вот оно что. А, окей, призываются орлы. Это минус великаны. И, в принципе, можно будет перебить всех этих полутроллей. Ну, они наверняка отступят. Либо будут. Хотя, может, Букля будет пытаться разменивать. На экономику. Что имеет смысл. Но крепость пасть не должна. На худой конец. Неймлесс может призвать вышку. И с помощью Берегонда призвать подкрепление. К тому же призвать еще и союзников из южных провинций. Вариантов у него достаточно много. Кроме того, у него, возможно, будет выход в третий тир по левой ветке сейчас. Если он испугается поражения. Либо копить дальше на четвертый тир. На ту же армию мертвых. В это время. Крепость вторая Альберта разрушена. Но Альберт с этой стороны подходит. К сожалению, для него он запаливает свое присутствие с носом фермы. И Неймлесс сейчас примерно знает, чего ожидать. Кстати, не все грейды сделаны, черт возьми. А, у него нет стрельбища пока, чтобы догнать тихо. Стоп, орлы закончились? Так, быстрее уже, что ли? Разрушенные аванпосты. Рыщут тут до ламрадцы. И начинается стычка. Главное, не провтыкать сейчас бросок. Окей, бросок в какую-то задницу. Альберт призывает своих орлов. Неймусу нужно срочно зафокусить Гвейхира, чтобы он не смог проюзать обилки. Печальная ситуация. Но, тем не менее, у него, опять же, есть еще варианты. У него есть выход в 25-ку. Я бы, наверное, посоветовал взять армию Рохана. И не жадничать, потому что он теряет войска. Лучники практически уже погибли. Несмотря на то, что погиб Гвейхир, остальные орлы не фокусятся. Они продолжают сбривать лучников. Нужно срочно их фокусить и призывать армию Рохана. Букля снова нападает. Второй орел еще жив. Он практически половину времени еще будет жить. А, там что-то забыл Боромик. Погибает Галадриэль. И вместе с ней погибают гондорцы. Не все, но большое количество. Очень большое. Арагорн, видимо, будет пытаться сейчас сливать Скородума. Хилку на Эмлес потратил. Обе хилки он даже потратил. Все фокусят его. Это минус Арагорн. Возможно, будет минус Килиборн. Но Альберт контролит своего героя. Подходит под крепление. Ручники из Чернолесья. И мне кажется, что Неймлес проиграл эту стычку. Почему он взял армию мертвых? У него, в принципе, тут проблема сейчас будет. Он может скомбинировать. Стоп. Где он? Нет! Не может быть! Он призвал их сюда. Какая глупость. Он разменял 25-ку на каких-то 4 отряда. Ну, больше чутка. Но, блин. Здесь такая орда. Как ее теперь отбивать? Ну, в принципе, может быть сейчас... Рохан. Ему обязательно надо призвать Рохан. Но, блин, Рохан-то не проконтрит полутроллей. У них иммунитет к давке. Надо было призраками. А Рохан нам этих убить. Ух ты. Вот это отстойно для него сейчас. Тревооборот возле крепости Неймлеса. Но она и так уже была разрушена великанами. Какая ошибка. У него 10 тысяч. У него есть Рабочий. Но проблема в том, что Древооборот здесь. Всадники Даламрот пытаются из-под тишка снести крепость. Но, увы, здесь есть Галадрим. И у них есть апгрейды. И всадники погибают. Блин, 10 уровень. Охренеть. Два отряда еще живы. Окей, Неймлес не так много и потерял на самом деле. У него есть деньги. Но крепость строится возле Древооборода. Убивать его пока что нечем. Наблюдатель убивает остатки Роханских войск. И в итоге остаются еще два великана, которые могут добить все остальные здания. Герои Рохана будут пытаться сейчас убивать Древооборода. У них это не должно получиться. Но Альберт испугался и отступает. В спину-то они его точно забьют. Окей, это глупо. Со стороны Альберта. Он мог бы отменить сейчас крепость легко. Приезжают остатки войск до Ламрета. Видимо, они где-то по дороге на кого-то наткнулись. И остался всего один челик. Уже два. Да, минус Древооборот. Поздно он спохватился. Даже хилка его не спасет, увы. Тут уже прокачен. Стоп, он кидал призыв? Кидал, да, но... Видимо, они погибли. Любопытно. Только на двух сигнал, как живет Неймлесс. Но вот это, опять же, проблема с его стороны. Ему надо было четыре захватить. Как раз-таки конницей у него было преимущество в этом плане. Ну что ж, великаны отступают. У Неймлесса появился второй шанс. Но теперь сражаться ему будет очень сложно. К тому же, попыткой, мне кажется, напасть сюда он заагрил Альберта. Ну, ладно, в принципе, это мелочь, потому что Альберт и так на него нападал изначально. Так что, наверное, это ничего не изменило. Но все равно ему придется против двух игроков сражаться. Есть дудка. Да, но верма. Нечем ему убивать. Крепость восстановлена. Я бы на его месте сейчас поехал за сигналками. Строится казарма. Так, здесь территория практически свободна. Он может ее занять. Центр он может тоже занять. Альберт, кстати, владелец аванпоста в центре. Неймлесс восстанавливает свои аванпосты. Но денег у него нехило. У Букли по-прежнему армия состоит только из полуторлей юликанов. Ее легко проконтрить, в принципе, но у Неймлесса войск не хватает сейчас. У него их крайне-крайне мало. Ему нужны стрельбища, ему нужны новые рабочие, чтобы быстрее отстроиться. При этом у него падает экономика. Но как раз-таки рейнджеров он строит. Еще ему нужно дождаться какой-то обилки, чтобы чем-то их проконтролить. Он забирает аванпост. Ему удалось найти рабочего Букли, который, кстати, красавчик, захватывает центр потихоньку. Тут даже дело не в деньгах, а в том, что у него обзор будет здесь. Он сможет реагировать на различные атаки вовремя. Будет забавно, если Альберт ударит сейчас сюда. Так, Арагорн. Ну, Арагорн не особо поможет. Тут просто нечем сейчас сносить вот эту армию. Плюс великаны. Мне кажется, что для него сейчас самый лучший вариант будет это проюзать дудку, да, и лучниками выцепить великанов. Но там четыре штуки. У него просто сил не хватит. Да, минус все лучники, минус фарамир. Походу, это поражение. Он, правда, еще может уйти в центр. Полутролли все подходит и подходит. Воскресился Дурбурс. Великаны тоже подстраиваются. У Букли масштабное производство пошло. Арагорн жив. Берегон тоже. Денег у него четыре тысячи. Гендальфа, построй Гендальфа, блядь! Извините. Вот. Ух ты. Мощно. Ну, не знаю. Я не вижу сейчас возможности для неймлесса отбиться. Орлов подождать можно. Как-никак. Три сигналки уже у него. Да. Но великаны слишком близки к его крепости. И они не мешкают. Да, это минус крепость уже сразу же. Он может, конечно, ремонтом немного продлить ее существование. Но нет. Но их слишком много. Да. Это нечто. Минус один великан. Ну, у него есть деньги. У него есть рабочие. Он может построить еще одну крепость. Возможно, на этот раз он ее поставит ближе сюда. Чтобы ее так легко не обнаружили. Как раз таки он потратил деньги. Но не вижу, куда он едет. Ну, ладно. Так, великаны погибли практически все. Остается два. Но неймлесс больше не может их сносить. Потому что они под прикрытием полутроллей находятся. Ну-ка. Не вижу фармера нигде. Он бы неплохо бы помог своим выстрелом. Опять же, есть стан. И так не вовремя Арагорн докачался. У него отсутствует страх сейчас. Страх бы помог. Чтобы полутролли поразбегались. Чтобы можно было подойти к великанам. Буклин правильно делает. Сейчас он подходит. Пусть даже полутролли в страхе. Но зато он ныкает своих великанов в их рядах. И неймлесс не может к ним подойти. Он может подойти к героям. Но как только полутролли проснутся. Они могут очень быстро снести его героев. Вот в чем проблема. Восьмой уровень, кстати, Арагорн. Это неплохо. И очень скоро может получить Боромир. Десятый уровень. Очень сочный призывчик. Кажись, забайтились полутролли на конницу. И это позволяет неймусу снести одного великана. Кстати, у него довольно-таки много лучников. Я не вижу, к сожалению, стреляют они по великану или нет. Но великан номер два умирает. И двадцать пятка. Увы, надо разбегаться. Кстати, ее легко снести геройскими отрядами, если размансить войска. То есть, в спину, если бить. Ой. 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 Что происходит? Кажись, как раз таки он сейчас и будет пытаться в спину его бить. Его реально очень легко убить. У него мало защиты сзади. Ну, у него мало защиты в целом. У него очень много хп. Как видите, 30 тысяч. Но брони никакой нет. Благодаря этому его легко можно убить. Что мы сейчас и наблюдаем. Но он сейчас может сжечь их всех. Ох, беда, беда. Бормир получает десятый уровень. Можно призывать ветеранов Азгилета. И, что самое главное, Арагорн получает десятый уровень. Он может призвать призраков на полу-троллей. У Неймлесса закончились деньги. Я не вижу, где он строит крепость. Он точно потратил деньги. А, вот она, вот она. Недалеко. Альберт страдает фигней. Я не понимаю, почему. Так, ветераны Азгилета призываются. Скоро будет дудка. Ну, давай, армию мертвых. Ну, не армию, а отряд мертвых. Как раз же в тему сюда сейчас. Полу-троллей. Ну, блин. Гендальфа нет. Ну, хоть это не разочаровывай. Кидай их. Под топовой лидеркой находятся сейчас войска Неймлесса. Призывается отряд дополнительных всадников с помощью принца. Да черт возьми, ну, брось ты обилку. Порадуй меня. Не хочет. Встанем-ка от Боромира. Кстати, Букля сдулся. Букля как-то медленно начал подстраивать подкрепы. В Неймлесса начали войска прям появляться понемногу. Денег-то у него мало, но у него два аванпоста. Это его спасает. Три аванпоста даже. И до сих пор три сигналки. Что-то Альберт задвигался, но Альберт, конечно, огорчает меня. Не нападает никуда. Сидит там себе. Что-то ждет. Букля отступает. Полуторлей вырезает в спину. Призываются орлы. Орлы Букли. Ой, пардон. Орлы Альберта по какой-то причине. А также кидается станилка. Но зачем? Офигеть, конечно, решил поднасрать. Жестко. Дыхание Манве также сливается туда. Возможно, он думает, что у него нет крепости. Он пытается добить все здания. Да, это печально. Букли в это время застроил здесь территорию. Хочет допушить. У Неймлесса целая куча рабочих. Строятся вышки. В принципе, крепость он не потеряет. И, наконец-то, Гендальф. Минус все рабы. Увы. Еще и, возможно, Гендальф погибнет. Но вышки прям близки. Ай, к тому же куча лучников пришла. Которая сейчас погибнет. Ох. Неплохо так нафармил Альберт. Все, орлы исчезли. Крепость под угрозой. Альберт не хочет нападать на Буклю. Альберт хочет нападать на Неймлесса. Эх. Печалька. Можно призвать еще один отряд. Букля начал копить новую Орду. Но, опять же, это неинтересно. У него всего два вида войск. Продолжает ими давить. А вот это поинтереснее уже, да. Тут армия большая. Мощная. Но посмотрим. Ветераны Азгилета успеют откатиться. Гендальф есть. Дудка есть. Но если здесь Галадрель. Да, есть Галадрель. Но хотя она еще не... А, пардон. Вот, вот лидерка. Да. Значит, застанет не получится. Гендальф белый. Орлы бесполезные. Будут. Клятва преступники помогут. Если Неймлесс их призовет. Но он до этого их что-то не призывал. Вышка. Все это. Надо побыстрее подходить к крепости. Потому что у него не осталось рабочих. Крепость он может легко потерять. Хотя тут всего один энд. Но войск очень много. Опять же, станелка бесполезная. Потому что Галадрель. Кстати, можно попытаться Орлами. Да. Сейчас. Пока Альберт отвлечен. Просто ударить в толпу. Хотя бы некоторых убить. Ох. Сразу минус Орел. Но Гвайхир вроде бы успевает. Я не вижу. Увы. Игра залагала. Слишком много войск. Нет. Пожалуй, Орлы не успели ничего сделать. Увы. И к тому же ситуация у Неймлесса неудобная. Ему здесь нельзя сражаться. Он может всех потерять. Воинов своих. У него, правда, есть несколько козырей. Посмотрим, воспользуется он ими или нет. Но тут еще и проблема в том, что на него сейчас Букли нападет с другой стороны. И ему просто нечем будет его отбивать. Надо срочно брать ремонт. Нужно проюзывать все обилки. Иначе крепость разрушится сейчас. О нет, он не успевает. Он не успел спасти свою крепость. Призываются друзья из старого леса. Он успел призывать клятву преступников. Но армия его, скорее всего, погибнет. Не скорее всего, а армия его погибнет. Реально. И он потерял крепость. У него нет рабочих. А значит, он проиграл. Конечно, у него есть здание. Но что это даст? Гэндальф мог бы немножечко покоцать. Есть хилка, между прочим. Подвезти его сюда и толпу Галадриэль слить. Вполне реально. Боромир юзает дудку. Опять же, тут есть Галадриэль. Это бесполезно. Ах, Гэндальфа не довел он немного. Но шестой уровень за эту стычку он получает. Нужно кидать сзади ветеранов. Пока у него есть мясо, он может кое-что сделать еще. Арагорн проюзал хилку. Гэндальф юзает гламдринг. Арагорн... Кажись, Арагорн погиб. Да, юзается гламдринг в толпу. И призываются ветераны в толпу. Это, кстати, неплохо. Красавчик. Пить букли ждет. Почему-то. Ух ты, у букли уже апгрейды все. Ну, вроде как бы, Неймлесс выигрывает. Не сложно судить. Нет, Альберт выигрывает. Да, Альберт выигрывает. У него больше войск остается. Тут и Трандуилл прокачен. Ух ты, тут десятый уровень. Телеборна. Минус. Фармер, пардон. Я уже залипаю. И стоп. Все-таки был рабочий у Неймлесса. Это был последний рабочий. Почему он не ушел в сторону им? Минус Гэндальф. Минус Боромир. Производится хилкой. Кажись, там где-то Галадриль. Потому что это похоже на хиляющий туман. И Неймлесс потерпел поражение. Да, это, конечно, печально. А вот Галадриль. Да, это был туман. Кольцо Нэнье. Окей. Посмотрим теперь на сражение Букли и Альберта. Но если Букли так и дальше будет играть одними великанами и полутроллями, то... У него их, конечно, много. Не поймите неправильно. Это грозная армия. Но... Это два типа юнитов всего лишь. Ну, давайте оценим, что может сделать Альберт. Энты пошли. Здесь мало... Ну, хотя... Нет, полутроллями можно их перебить. Да, тут достаточно много их. Можно проюзать бафчик. Можно убить героя, но героев тут нет. Нескольких великанов можно выцепить легко. Ну, тут нет. На самом деле, Лорину должно быть просто против великанов. Если он будет контролить, то он их легко убьет. Ну, вот полутролли это другое дело. Ну, десятый уровень. Килиборна должен помочь в этом хоть немного. Плюс, если он сумеет устроить давку, чтобы энтами их расстрелять, то это тоже не должно быть проблемой в их сносе. Но, опять же, тут проблема в том, что энты у него с другой стороны. Посмотрим, конечно, когда до сражения дойдет. Я надеюсь, что они не будут сидеть у себя на базе долго. Вроде они войска передвигают. Даже Букли готовится отбиваться. Может, он подозревает, что тут подходит армия? Потому что на его месте я бы уже давно пошел этими полутроллями и посносил энтов. Но он не хочет. Окей. Ему же хуже, наверное. Началась стычка. Призывается Вирм. Вирмом можно забрать лучников. Но они наносят огромный урон. Он не успеет продышать, походу. Да, он не успевает дыхнуть. И это минус Вирм. Великаны начинают бомбить. Можно проюзать Станилку. Альберту не удается организовать давку. Я бы на его месте чутка отступил. Проюзывается Свет Амана. Во-первых, проюзывается насраную ферму и парочку отрядов полутроллей, которые под защитой. Ну да, они покоцаны теперь, но, блин, может хотя бы на всю армию. Свет Амана их не убьет. Ну то есть, ну, что тут? Четыре отряда получили урон? Я не могу кликнуть. Четыре. Пять. Пять отрядов. А тут их штук пятнадцать. Можно было бы немножечко подождать. Великаны, разумеется, урон вообще не получили. Наблюдатель призывается. Часть лучников погибает. Возможно, даже все призываются паучки. Минус один. Энд. Стоп, он уже где-то... А, все, пардон. Это у меня игра лагает. Проюзывается ульта Килиборна. Но прикол в том, что полутроллей... А, нет. Я думал, что они не будут подбрасываться в воздух. Но все равно они толстые. Они должны выжить. Но это хотя бы внесет хаос в ряды противника. И у Альберта может быть шанс. Он призывает орлов. Это могут быть все Великаны. Минус. Армия у него мелкая. Надо подводить Скородума. Плюс Галадрель. Если Галадрель погибнет, возможно, они умрут. Но, увы, мне неизвестно, насколько хороша у полутроллей защита от магии. Может быть, они вообще урона не получат. А может быть, все умрут. Скоро узнаем. Но, к сожалению, для Букли он не заметил Галадрель. Нет, ну, на самом деле, может быть, не к сожалению. Может быть, не стоит ее убивать. Но можно было бы хотя бы одним отрядом ее убить, а всеми остальными отойти. Прикольно. Так, теперь они, видимо, возьмутся за Галадрель. У нее практически десятый уровень. Великаны начали стрелять. Ну, тут посильнее будет, точнее, пострашнее будет сейчас для него Килиборн. И Орлы. Да, Орлы еще долго будут жить. Очень много урона получает Древоборот. Гукли решает отойти. Но, опять же, два отряда полутроллей оставить нужно и убить ее. Подходит Скородум. Нужно бросать камни. Вот она давка. Вот что нужно было сделать изначально. И прям в паку давай. Немного криво, но, в принципе, это то, что нужно сделать. Полутролли умирают. Скородума надо переключить тоже на бросание, на метание камней. Ох, сейчас Букля, походу, просрет всю свою Орду. И лучники тут как раз стреляют. Вот изначально, что нужно было сделать Альберту. Килиборн подходит сзади. Галадриэль. Даже если Древоборот погибнет, это все равно будет выгодно для Альберта. К тому же у него есть призыв лесовиков. Балрок уже в отчаянии кидается на три отряда всего лишь. Ну, хотя бы надо убить героев. Но нет, Балрок летит. Альберт не грядил крепость. Хотя нет, Альберт грядил крепость, он просто не строил вышки. То есть урон она наносит, но слишком мал. Но, в принципе, он должен успеть, потому что здесь еще под крепость подходит. Тут же Килиборн. Нет. Букля понимает, что лоханулся. Убивается Скородун. Поджег его, кстати, Балрок своей холкой. И часть лучников тоже погибает. Остается жить Галадриэль. Древоборот. И Букля, скорее всего, проиграет. Потому что он не строил войска, в то время как сражался. Только теперь начал строить. Помните предыдущий ролик? Такая же ошибка. Да, Галадриэль 10 уровня впечатляет. Древоборот в ярости, его уже не догнать. И все. Ну вот, опять же, Букля продолжает строить одну и ту же композицию войск. Что это за фигня? Если это не сработало один раз, ладно, можно построить еще раз попытаться. Но если это не сработало два раза, три раза, четыре раза, пять раз, может, стоит придумать что-то новое? Какие-то другие войска? Может, может быть, хватит? Давайте мотать. Смотрим на радар. Неплохой, кстати, обстрельчик. Количество великанов впечатляет. Минус один. Что-то внезапно они начали... А, окей, я думал, они по полу троллям стреляют. Минус два. Минус три. Все, все великаны погибли. Страх затащил. Последний великан. Снова есть ульт. И минус в Скородом. Не стоило его в ближний бой отправлять, конечно же. Эх, честное слово, на это больно смотреть. Вдруга-то вроде решил уйти Букля. Зачем-то. И он сдается. Ну, правда. Но на это больно смотреть. Но почему не построить другие виды войск? Лучников хотя бы. Хотя бы лучников. Яйцеметы те же, как вначале он строил. Они зашли. И сейчас бы тоже зашли. Героев. Построить... Построить дурбурца, чтобы снять страх. Великаны же сейчас погибли, потому что полутролли все в страхе стояли. Ну, ладно. Всем спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok